МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Почему его считали легендой? Коллеги и друзья вспоминают Александра Насарчука. В семь раз выше, чем в Европе. Что происходит с ценами на продовольственные товары в России и в Алтайском крае? Возвращение в оффлайн. Когда алтайские вузы полностью перейдут к живым парам? Пожилым жителям Алтайского края разрешили гулять. Губернатор региона накануне внес изменения в антиковидный указ. Люди старше 65 лет по-прежнему должны оставаться дома. Режим самоизоляции для них продлен до 6 марта. Однако в документе появились послабления, которые допускают прогулки на свежем воздухе. За исключением прогулок в местах массового скопления людей. Тем временем за сутки в ковидных госпиталях края скончались еще 15 человек. 360 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 99 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Также за сутки было выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом. Продолжим. Он был прямым, но не резким и не жестоким. К тому же честным и решительно. Так друзья и коллеги описывают Александра Григорьевича Назарчука. Председателя Алтайского парламента конца 90-х, начала нулевых годов. Экс-министра сельского хозяйства России. Он скончался этой ночью. По официальной информации, отравился угарным газом. Прощание с Александром Григорьевичем состоится завтра в здании Крывого Заксобрания в первой половине дня. Кстати, сам Назарчук в последние годы политикой не интересовался. Это подчеркивают его знакомые. Но болел душой за будущее региона после того прошлого, которому сам был причастен. Те, кто много лет знал его личность, сегодня поделились с нами своими теперь уже воспоминаниями об Александре Григорьевиче. Я думаю, что человека такого масштаба и уровня федерального, и регионального уровня, такого руководителя в крае, наверное, еще не было. А если и были, то совсем немного таких людей. Но перед памятью Александра Григорьевича я бы, конечно, хотел выделить его человеческие качества. Он был очень настойчивый человек, добивался всегда поставленной цели. И в общении с таким человеком не могло быть каких-то споров, не возникать каких-то споров, конфликтов. Но это никогда не отражалось на его отношении к людям, на товарищеских взаимоотношениях, доверительности общения. Мне довелось с ним бывать в разных ситуациях. И в периоды политических кризисов, и в сложных жизненных ситуациях, когда он терял членов своей семьи, жену свою. Мы с ним бывали в разных командировках, в том числе и колесили, наверное, в составе первой официальной делегации после развала Советского Союза, делегация Алтайского края по Монголии в сложных условиях. И я всегда отмечал в нем непосредственность, готовность всегда подставить плечо, вникнуть в твои проблемы и оказать помощь. Причем это не только тем, кто окружал его в работе, но и любому человеку в Алтайском крае. Мы вспоминали, что бы надо сделать, как бы вот этот, как нам кажется это самое. Ведь многое из того, что это делалось тогда, сейчас берется на вооружение, прямо скажем. И, наверное, опыт бы, в том числе и его, мог бы быть и востребован, в том числе и в сельском хозяйстве. Потому что мы, прямо скажем, не на вершинах успеха сельского хозяйства. Сейчас, по сравнению с теми годами, когда он руководил сельским хозяйством Алтайского края. В то время мы производили, ну сколько я на память не помню, но 300 тысяч тонн мяса. Сейчас мы его не производим. Молока производили мы были, третий в Советском Союзе по молоку, Алтайский край. Под 3 миллиона тонн. Сейчас мы его не производим. Ну, соответствующее поголовье было, и все показатели были. И подходы были, как бы, может быть, несколько другие, чем сейчас. Ну, я имею в виду, в первую очередь, поддержку сельского хозяйства. Деревни расцветали там. Пик расцвета сельского хозяйства. Алтайский край, наверное, 89-й год. Вот, это как раз руководство Александровича, он очень четко, ясно понимал, что он где-то в сельском хозяйстве. Он это и понимал, когда стал министром, одним из первых министров сельского хозяйства Российской Федерации. И при нем первые ростки поддержки села начали зарождаться в России, в новую Россию. А то же было все купим. Беседовали, пытались найти темы для оказания помощи нынешней власти, и законодательной, и исполнительной. Учитывая все-таки наш серьезный опыт. Его опыт, конечно, в сельском хозяйстве, мой область в экономике, в области строительства, дорожного строительства и так далее. Вот. В политику он, ну, прям, скажем, не лез в последний год. Вот. Потом у нас возраст такой же, прям, скажем, малополитический, мягко говоря. Не хотим брать пример Соединенных Штатов Америки, возрастной пример. Вот. Очень жалко, что вот такой нелепый случай вырвал его как-то из наших домов. Очень многие такие емкие аспекты деятельности региона, формирование правового поля для организации органов власти края в этот период были сформированы именно под руководством Александра Григорьевича Назарчука. Ну, и главное, я скажу, что и я себя лично, и многие мои коллеги считают Александра Григорьевича истинным учителем. Учителем, как себя, как вести себя как депутат. Учителем по жизни. Вот. Именно этот человек в масштабе его разностороннего развития являлся для нас, являться будет примером тому, как надо работать вообще, и как себя, как депутат краевозаконодательного собрания, как руководитель соответствовать вот этому наименованию. 78 лет сегодня исполнилось одной из величайших побед Великой Отечественной войны – разгрома фашистских войск под Сталинградом. 2 февраля 1943 года называют отправной точкой на пути ко Дню Победы – 9 мая 1945 года. В Барнауле, как и по всей стране, прошли памятные мероприятия. Глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской думы Галина Буевич, представители силовых ведомств, военно-патриотических объединений и простые горожане возложили цветы к памятникам и мемориалам. У Вечного огня на мемориале славы, у памятника – защитникам Сталинграда. Кстати, по историческим данным, в Сталинградской битве приняло участие около 40 тысяч наших земляков. Там отличились созданные на Алтае 80-я гвардейская дивизия и 42-я стрелковая бригада. К другой теме. Накануне выборов такое происходит часто, считают политологи и руководители политических партий в ответ на громкое слияние трех российских политических групп. Руководство последних уже все обговорило. 22 февраля в Москве официальная встреча. Чего ждать от объединения с жителем и часто ли подобные слияния происходят накануне выборов, выясняла Анастасия Дороган. Зачем, почему и кому нужны подобные объединения рядовых жителей России обычно мало интересуют, считает лидер регионального отделения «Справедливоросов» Александр Терентьев. Но миссия у этого объединения большая, уверен другой представитель партии Александр Молотов. Ни много ни мало спасти страну от социального взрыва. Если посмотреть глубже, СССР плюс «За правду» плюс «Патриоты России» – некий социальный микс. Они против ЕГЭ и коррупции, но за стабильный рубль и регулирование тарифов. Программа «Справедливая Россия» вряд ли претерпит изменения в своей основе. Те, кто программу читал, там и патриотизм, там и ответственность, там и налоги, и прогрессивная шкала. То есть там все вещи, если их принять, вот это и будет справедливость. Впрочем, те же взгляды за собой признают и теперь уже их партнеры – партия «За правду» Захара Прилепина. В ее рикотелении нас заверили, что тоже особой разницы от слияния не ощутили, разве что смягчили радикальные моменты. СССР используют как платформу, а те только «За». От первых – выход в парламент, от вторых – электорат. Некачественные качества не меняются, а количественный подход к выборам 2021. Те люди, которые шли «За правду», чтобы они не почувствовали себя брошенными, чтобы они не почувствовали себя оставленными. То есть мы должны быть в списках у нас и члены партии «Справедливая Россия», члены партии «За правду». То есть интересы всех сторон должны быть соблюдены, и тогда, я думаю, что мы покажем очень хороший результат. Если и будет отток соратников, то незначительно уверены здесь. Впрочем, политологи не исключают, что альянс может быть временным. А если и нет, то сценарий слияния даже для самих «Справедливого Россия» не нов. В ближайшие месяцы мы можем вновь увидеть объединение, говорят эксперты. Могут появиться новые партии-ноунеймы, обновятся лозунги. Не лишним было бы обновить и лица, считает политолог, чего не происходит. Это субъективное наполнение. Будут ли яркие политики, будут ли яркие представители партий. Поскольку на сегодняшний день есть определенная стагнация у ключевых лидеров этих парламентских партий. Поскольку, если мы берем тот пул, который условно себя, скажем так, позиционирует оппозицией, то и у коммунистов, и у ЛДПР, и у «Справедливой России» на сегодняшний момент несменяемость лидеров, ну скажем так, создает для этих партий определенные проблемы. «Человек, который поддерживал Захара Прилепина и готов был идти за Захаром Прилепиным, ну скажем, не факт, что он с тем же рвением, с тем же энтузиазмом будет поддерживать Миронова, к примеру». И до конца предвыборной кампании будет держаться интрига, кто и за кого пойдет голосовать. Протестные настроения начала 2021-го показывают, что настроены перемены у людей есть, но кто перехватит волну их внимания, не будет понятно до самого сентября. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком. В семь раз выше, чем в Европе. Это про рост цен на продовольственные товары в России в 2020 году. К слову, рост продолжился и в январе 2021-го. Что об этом феноменальном разрыве думают федеральные и региональные эксперты, а также жители Алтайского края. И могут ли цены стать еще одним катализатором для выхода людей на улицы, расскажет Андрей Дреер. За прошлый год цены на продукты питания выросли в России в семь раз больше, чем в Европе. Данные обнародовал Росстат. В нашей стране рост составил 7,9%, тогда как в ЕС лишь чуть больше одного. Даже президент замечал. Это пандемии не объясняешь? Причем без пандемии? Но цены скачут, как давление у больного. Яйца, масла, хлеб, конфеты, мясо, цены на сахар, песок и вовсе выросли на 71,5%. Это беспрецедентно. При том, что, как сказал президент, производство внутри страны покрывает внутренние потребности. Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко считает, что как раз стремление все свои потребности покрыть внутренним производством, даже вопреки здравому смыслу и влечет за собой рост цен. Это как раз то, что называется импортозамещением. Мы, попросту говоря, покупаем втридорога то же самое, что могли бы покупать в Польше. Я могу, опять-таки, тоже привести одну из цифр. Значит, на сегодняшний день парная свинина в Польше дешевле, чем в России. Поэтому вот мы привозим из-за рубежа поросенка живка ту самую свинину. Здесь ее выращиваем. Она стоит дороже, несмотря на логистическое плечо и, в общем, существенно более низкие зарплаты. А в Польше продукты дешевле, в то включают то самое мясное. Ряд экспертов уверяет, что и в обратную сторону работает так же. Мы слишком много продуктов импортируем. Потому растущий доллар и евро делают ценники в магазинах порой пугающими. Но именно поэтому продавцам зерна, как говорит экономист Анатолий Ишболдин-Кронберг, выгоднее продавать сырье на внешнем рынке. Прочие факторы роста цен, общемировая тенденция, увеличение потребления, удорожание топлива, дорогие кредиты для бизнеса, жадность. Все хотят подзаработать. И традиционно претензии в этом плане предъявляются к сетевым магазинам. Поэтому меры правительства, в частности, в прошлом году и в этом году в начале, они сосредоточены на разного рода переговорах, увещеваниях вот этих участников цепочки, в том, чтобы они свою продукцию, во всяком случае, вот эти социальные так называемые, набор продуктов, цены не повышали. При этом экономист считает, что никаких массовых волнений и рост цен не вызовет. Чтобы убедиться в этом, мы провели опрос. И действительно, некоторые потребители будто и не заметили, что десяток куриных яиц за год подорожал почти на 20 рублей. Меня не касается, я самые дешевые покупаю при этом. Спасибо. То есть вы вообще не заметили роста цен за последний год? Особо нет. Ну, нормальные цены, конечно, некоторые повышенные. Рост цен на продукты продовольственные вы заметили? Да, в связи с повышением НДС и, в принципе, налогообложения в России. Ну, скажите, вы как относитесь к этому, во-первых, и, во-вторых, вам пришлось поменять свою потребительскую стратегию? Ну, смотрите, ну, как, естественно, любой человек, который не работает в правительстве и тому подобное, у кого доходы действительно, ну, ниже, естественно, ну, более, ну, отрицательно, чем. Ну, люди, грубо говоря, ну, повыше классом. Правительство страны чуть ли не в ручном режиме пытается регулировать цены на социально значимые продукты. Но ученые и предприниматели напоминают о базе экономической теории. Попытка регулировать цены приводит только к одному последствию – дефициту. Андрей Дреяр, Александр Антропов. День с толком. А этот дефицит личного общения скоро планируется преодолеть. С 8 февраля российские вузы по распоряжению министра науки и высшего образования России должны вернуться на полноценный формат обучения. Иными словами, очный. Получится ли попрощаться с дистанционкой полностью и как восприняли решения министерства студенты, преподаватели и руководство различных алтайских вузов, узнавал Илья Кочетков. Студентка второго курса политеха Полина Вострикова говорит, ждет не дождется, когда можно будет снова учиться очно. Предыдущий семестр прошел в смешанном формате. Лекции удаленные, только для практик и лабораторных надо было приезжать в вуз. Теперь можно будет чаще встречаться с сокурсниками, да и учеба идет лучше, когда лично общаешься с преподавателями. Говорит, в заочном обучении были и минусы, и плюсы. В дистанционном формате, пока ты дождешься, по компьютеру, что тебе объяснят, не объяснят, плюс часто пропадала сеть, из-за этого было очень неудобно. Но я думаю, что если все-таки придется уйти снова в дистанционный формат, то мы будем к этому готовы гораздо больше, чем год назад. Профессор Сергей Леонов из тех, про кого говорят 65+, то, что ковид-угроза реальная, знает не понаслышке, сам переболел. Но уверен, возвращаться в офлайн необходимо. По его наблюдениям, успеваемость студентов, особенно первых курсов, сильно просела за время дистанта. Особенно в первые месяцы, когда использовали простейшие методы обучения, типа электронной почты. Яркий пример – общение с не самым усердным студентом. Он прислал мне записку один день. Я прочитал эту записку, ему спрашиваю, а зачем она мне? Он отвечает мне на следующий день, там есть размерный анализ. Я еще раз просмотрел записку, отвечаю, там нет размерного анализа. Он мне отвечает, и что мне теперь делать? Я ему отвечаю, размерный анализ. Шесть дней. А при очном обучении на это ушло бы минут шесть. Хотя с тех пор педагоги смогли отработать и более совершенные методы, типа онлайн-конференции. Сергей Леонов надеется, что возврата на полный дистант уже не будет. Ректор АЛТГТУ Андрей Марков говорит, хотя опасность пандемии все еще существует, приказ министерства – это святое. И сейчас ждет от Краевого Роспотребнадзора четких указаний, как обеспечить безопасность учебного процесса. Все, что требуется от ВУЗа, уже предприняли. Будет использован так называемый смешанный режим. Все практические занятия будут вестись в очном режиме, как и в прошлом семестре. Что касается лекционных занятий, то те занятия, которые ведутся в больших потоках, конечно, мы будем эти потоки разделять, чтобы не допустить более 50 человек в одной аудитории. Он уверяет, аудитории для этого хватит. Преподаватели старшего возраста при этом могут также работать удаленно. Хотя по опыту они сами рвутся в бой. В целом, наименьшие потрясения от прыжков – очное обучение, удаленка, обратно. Получили ВУЗы, которые сильно заранее отработали технологии удаленного обучения. Не только лекции, но и практикумов. Можно организовать занятия таким образом, что часть аудитории находится здесь очно, часть – дистанционно. У нас компьютеры, пожалуйста, все. То есть это формат чата, общения, никаких проблем нет. То есть наша платформа позволяет вести и вот такой смешанный формат занятий. При этом ряд проблем остается. Например, студенты продолжают болеть ковидом. Проректор по учебной работе ПЕД-университета Аркадий Контьев говорит, в ПЕДе сейчас на карантине несколько групп, а значит, останутся на дистанте. Но главное – головная боль – это иностранные студенты. Из таких стран, как Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, довольно сложно и легально приехать и перевести деньги за обучение. Но главное – без очного обучения во многом теряется сам смысл их образования. Они могут окунуться в ту среду, ради которой они поступали. Ведь они же поступали, чтобы окунуться в культуру, в нашу традицию образовательную. Поэтому мы все-таки надеемся, что готовы ко всему. И их приучаем, что ждите. В то же время сами ВУЗы тоже во многом ждут, как будет развиваться ситуация с пандемией. Ведь совсем скоро будет ровно год, как на Россию обрушилась первая волна пандемии. А вдруг повторится. Возможно, поэтому большая часть федерального приказа о возврате научного обучения посвящена мерам безопасности. А ВУЗам рекомендовали не расслабляться и при первой опасности быть готовыми снова вернуться на удаленку. 15 лет колонии строгого режима за вербовку в террористическую организацию. Апелляционный военный суд Москвы оставил без изменения приговор в отношении закержона Исманова, сторонника запрещенной партии исламского освобождения. По данным органов госбезопасности, отбывая наказание в алтайской колонии за ранее совершенные преступления террористической направленности, Исманов продолжил активную пропаганду в стенах исправительного учреждения. Виновный проводил агитационные собрания среди осужденных, склонял вступить в запрещенную организацию, оправдывал действия исламских боевиков и использовал копии экстремистских материалов. На суде Исманов свою вину не признал. По совокупности приговоров, вам назначено окончательное наказание в виде решения свободного срока в 15 лет, с обыванием наказания в тюрьме в первых 5 лет, остановить частью срока наказания исправительной полной и строгого режима. Продолжим. Барнаул участвует в интернет-голосовании на звание самого привлекательного и узнаваемого города России. За Барнаул уже проголосовали более тысячи человек. Наша съемочная группа решила лично узнать, считают ли горожане и гости краевого центра Барнаул привлекательными. Вы слышали? Идет голосование за самый привлекательный город страны. Будете ли голосовать и считаете ли Барнаул привлекательным? Барнаул считаю привлекательным. У нас старый красивый город, поэтому центральная часть очень даже красивая. Только бы в розовой все не красили на Ленинском, было бы вообще замечательно. Он очень уютный, он очень комфортный для проживания. И я была во многих городах России, он действительно один из самых красивых. Считаете ли Барнаул привлекательным? Ну, в среднем, скажем так. Что нравится, что не нравится в городе? Нам нравится наш поток. Мне нравится, что он зеленый. Много где бывали и видели, у нас красиво. Маленький, родной, уютный. А вам? Ну, я не местная. Ну, так, да, очень милый, уютный город. А вы откуда? Здесь низкий город. Челябинск. Можете сравнить? Ну, Челябинск покрупнее будет, но он более серый такой город. Барнаул более, не знаю, природный что ли. Здесь есть достаточно красивые, достопримечательные места. Многорный парк, площадь Октября. Да все, наверное. Он с каждым разом все красивее и красивее. Он компактный, он зеленый. Я вообще хочу, чтобы город наш действительно был столицей Алтайского края. Принять участие в голосовании конкурса «Город России. Национальный выбор» может любой желающий. Чтобы проголосовать, нужно нажать соответствующую кнопку рядом с названием города. Итоги станут известны в конце этого года. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на ютуб-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.